Рюмка Где в России водку пьют и не валяются в грязи? Где в многострадальной России, в которой после первой не закусывают, и пьют, и толк в работе знают? Есть, есть на карте нашей страны такие заповедные места. Вот, например, одно из таких мест. Тверкавказцы считают, что пить нельзя вино. В Коране написано вино, водка не написано, и как бы водку можно пить. А вот вино нельзя, тут так считается. Я этот нюанс знал, конечно. Это Кавказ, изумрудное ожерелье России, Карачаева-Черкесия. И здравница, как говорится, и житница, и просто настоящая эльдорада для работящего человека. Когда-то при советской власти на плотине начертались строки. Течет вода Кубань реки, куда велят большевики. Сегодня здешняя вода течет по одному руслу, в бутылке с минералкой от фирмы «Меркурий». Она же, эта вода, основа водки, производимой здесь. Так вот, есть на этой земле человек, о котором говорят, что честнее его и праведнее на всем российском юге. Только Аллах. А вы помните, когда вы первую бутылку водки сделали? Да, конечно. А когда это было? И как это выглядело? Это было лет пять назад. Я точно не помню, пять-шесть там. Но я помню эту бутылку, это была столичная водка, она называлась. И вот как бы я ее себе представлял в мысе, так она и получилась. И по качеству была высокого качества. Потому что, ну, видимо, из-за воды просто. Но не все говорят об этом человеке, только хорошее. Иных аж перекашивает, когда они слышат его имя. Говорят, ну, совершенно обратно о нем. Что держит он в страхе всех и вся. Что денег ему миллионных давно уже мало. Что хочет он власти неземной над этим цветущим краем. Вот такие полярные в жарком южном климате мнения. А фамилия этого человека Станислав Дерев. А как родилась идея создать свою водку и вообще начать водочное производство? Да я просто интуитивно привязывал к сырью. То есть, что у нас тут? У нас тут есть вода. Понимаете, основа водки, пива и там сладких напитков – это вода. Вода у нас хорошая. Просто чисто я как бы тогда так не думал как бы об этом. Ну, просто чисто интуитивно. Почувствовал, прочувствовал. А что здесь раньше было на этом месте? На этом месте раньше было, значит, лес, лесополоса вообще-то была и болото. Территорию расчистили, разровняли. Вот это здание сначала построили. Вы гордитесь, что вы работаете на этой фирме? Естественно, гордость есть и большая гордость. И вообще мы гордимся всем своим президентом, своим основателем, фирмой. Потому что мы, как говорится, пришли сюда и с удовольствием работаем. Зная, что завтра будет что-то лучше, чем сегодня. Ваши люди, все, с кем мы общались, они все почему-то похожи на вас. У меня такое ощущение, что это ваши все родственники. Они говорят, как вы, думают, как вы. Вы как-то их подбирали или они так сформировались за годы работы с вами? Ну, и подбирали, и сформировались. У них такое ощущение, что они как ваши дети, я не знаю. Вы их отец родной, они живут по... Да, вы понимаете. Потому что отец сказал. Это хорошо, это плохо, так нельзя. Вы понимаете, это не только я. Это как бы, ну, уже как бы, ну, я так считаю, что у нас все-таки средний бизнес, так скажем. Ну, а средний и выше бизнес, и бизнесмены, они как бы везде навязывают свою философию. Понимаете, поэтому он и есть средний и крупный бизнесмен. Потому что у него как бы свое видение, у него своя философия, у него своя схема, которую он должен как бы, ну, как бы, объяснить до рабочего даже. Вот в чем дело. То есть это должен быть как единый организм. Вот в чем задача, как бы, крупного менеджера. И организм должен дышать, жить и так далее. Хотели мы сделать один кадр, собрать всех работников фирмы «Меркурий» и снять их на прощание. Оказалось, не так-то просто. Работающих около полутора тысяч, все в разных сменах. Только на производстве знаменитой воды, где работа не прекращается ни на минуту, удалось собрать почти всех. И простых рабочих, и начальство. Вот они, знакомьтесь, люди с «Меркурия». Здесь так говорят. Мы ценим людей настолько, насколько они ценят свою работу в «Меркурии». «Меркурий» – одна большая семья. Планета «Меркурия» – она как бы символ удачной торговли. Когда вы называли свою фирму, это как-то имелось в виду, да? Именно от этого исходя. Бог торговли – покровитель. Покровитель, да. Он покровитель торговцев, путников, мореплавателей и так далее. А он еще и быстро бегает. Ну, поэтому ядро привязали, да. А потому что скорость все решает в бизнесе. Ну, что такое бизнес? Это вот бег. Скорость решает все. Диву даешься, когда видишь, с какой скоростью расширяет свой бизнес фирма «Меркурий». И бычки, и поросята – это тоже «Меркурий». А еще тут восстанавливают породу кавказской овчарки, которая едва не исчезла с Кавказа. Где-то, на Виттеле, сохранилась кавказская по происхождению родословия, но не на Кавказе. Дерев, сам большой любитель собак, самолично решил – кавказца на родину вернуть. А что вы больше всего жизни боитесь? Потерять приобретенное, поссориться с кем-то? Вы понимаете, я считаю, что надо бояться больше всего потерять репутацию. Не недвижимость? Нет, это все приобретется. Была бы репутация – все приобретется. Потеряешь репутацию – лучше голову потерять. Здесь тоже так. Если один раз прилепят – все не забудут никогда в жизни. Но репутация не в том, чтобы на «Мерседесе» с ветром поместить? Нет, нет, это нет. Имеется в виду, чтобы вот, как бы вот, или там вот, если там вот, ну, лжец, там, или трепач, там, врун, болтун, вот там, трус, вот такие вот. Если прилепят на Кавказе, все это будет до конца жизни, и будут подкалывать, все будут… И детям вспомнят. Ну, это всем напомнят, и внукам напомнят. Тут очень вот это вот, понимаете, вот. Сложный мир, конечно, кавказский. Кавказский более сложный. Ну, дико интересный. Да, своеобразный такой. Ну, знаете, он… Если ты себя уважаешь, тебя все будут уважать здесь. Здесь вот одно есть. Зато плюс есть. Когда говорят, что Деев покупает русских, строя православные храмы, только пожмешь плечами. Храм, он фундаментом на земле стоит, а крестом в небо упирается. А там, на небе, вряд ли нуждаются в деньгах дерева, даже очень больших. В них нуждаются на земле. Вот Никольский собор. Большевики взорвали его в 30-е годы. А сегодня Деев его восстанавливает. Вы, как бы, гражданин мира. Тут не имеет значения национальность и религия, да? Ну, еще если я буду, как бы, ультрашовинистом, это вообще смешно будет. Часы стучат, часы не пройдут. Шавинизм – это приближение для негодяев, в общем-то, я вам скажу. Это дорога в никуда. Это все поймут, лет через 20-30, даст Бог. Там, кто доживет, просто доживем, даст Бог. Горный Кавказ, непогодный мой край. С детства люблю твою землю, твой май. Гордый, горданный, адыгский родной. Слышу язык твой, он в сердце со мной. Черкесия моя, самая гордая. Черкесия моя. Вы просыпаетесь, вы говорите себе. Я просыпаюсь, я говорю вот дословно, я вам скажу. Спасибо Боже, что я проснулся. И с легким сердцем иду вперед. Вечером ложусь, то же самое говорю. То есть вы верите? Я как бы не то, что там я уже особо верю, но вот я так просто говорю и все. Я как бы ложусь, стараюсь, в любом случае, ложиться чистым и вставать чистым и идти дальше. Я воспринимаю жизнь такой, какой она есть. Я ее как бы люблю и не боюсь. Я ее как бы люблю и не боюсь. Станислав Дерев. Русский водочник конца 20 века. Черкес по паспорту. Русские хотя бы уже потому, с каким уважением и любовью относятся к национальному, а может правильнее, интернациональному русскому напитку. Сами судите о нашем герое. Мы ничего никому не навязываем. Только уезжали мы с Кавказа. Пьяные и от водки, и от впечатлений. И очень жалели, что вас не было с нами. Песня. 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 Продолжение следует...